Скажите, вот это ваш сайт, да, Забашный.ру? Да. Вот здесь написано, что у вас с братом большая мечта стать богатыми и знаменитыми. Ну и создать грандиозное 40-ое шоу. Вы же создали уже и стали знаменитыми. И богатыми стали. И богатыми стали. Значит, вот это уже надо же проапдейтить тогда информацию. А я, вы понимаете, совершенству нет предела, как и богатство. Так и популярность. Ну а теперь что-то здесь менять-то, наверное, будете, потому что здесь написано, что вы любите ходить по стрип-барам. Это уже, наверное, как-то вот, да? Вы первый. Я прямо ждал. Думаю, вот кто этот умный журналист, который меня подколет вот с этим. Мне приятно, что вы это сделали. Просто написано. Это вообще убийство для журналиста, потому что здесь вся информация есть. Да. Ну, во-первых, я этого не стеснялся никогда. То есть, когда я первый раз в интервью сказал, да, я хочу стать богатым и знаменитым, на меня посмотрели, мол, ты сумасшедший вообще это озвучивать. Это же неправильно. То есть, все хотят, но никто не говорит. Да, но это неправильно говорить. Да, это неправильно говорить. Я никогда не стеснялся. Мне до сих пор не стыдно признаться, что да, я не такой богатый, как Абрамович, не такой знаменитый, как Майкл Джексон. Но тигры – это не нефть. Значит, можно к чему стремиться. Владелец цирка Дюссалей сделал себе состояние не на нефти. Ну, там и артисты по 80 миллионов в год зарабатывают. Они, ну, он буквально создал целую империю. И вопрос, а что нам мешает это сделать? Что нам мешает раскрутиться до такой же степени? Что нам мешает делать такие же качественные программы? Что нам мешает выводить бренд цирка «Братьев Запашных», Большого Московского цирка на действительно мировой уровень? Что касается вопроса по стрип-бары, ну, мне 36 лет. И я правильной, правильной ориентации. Меня воспитывали родители. Хотя я ни в коем случае не отношусь там к людям с жесткой позиции, что, мол, с вами я не общаюсь, вы для меня не люди. Нет, это не так. Ходить и любоваться женским телом, и сейчас во многом стриптиз – это уже даже спорт. Вот на шоу «Кукла» мы с братом взяли четырех девочек вот из этого спорта «Пилатес», да? Они в шестом будут работать? В шестом. В шестом, правда? Там чемпионки мира, там чемпионки Европы, там девчонки делают такие крутые вещи. Другое дело, как они в этот момент будут одеты? Будут ли это, там, тоненькие стринги, или это может быть любой костюм в контексте самого шоу? Вот и все. У нас нет желания пугать мам, сидящих с собственными детьми. Но вы знаете, сейчас же все маркируется вот этим возрастом, там 6+, там 16+. У вас какая маркировка-то тогда будет? 6+. То есть уже с первого класса можно смотреть на девушек на 6. Вы знаете, я могу сказать, мы даже плюс 6 поставили не потому, что у нас девушки по шесту ползают, а потому что мы пиротехнику используем. И мы очень часто слышим детский мат испуганных детей от 2 до 5, когда взрывается все, что можно взрываться. Просто предупреждаем родителей о том, что если дети ваши не готовы, к подобного рода эффектам, ну, пока рановато. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.